и вот наконец-то наступил такой момент когда нужно было собрать чесночные стрелки я как хорошая хозяйка собрала их приготовила помыла почистила все высушила это я приготовила для заморозки вот уже мешочки приготовила сейчас только осталось разложить мешочки а это я приготовила для перекрутки буду делать потом чесночное сало чесночное масло для мяса использовать в общем супер закуска будет у меня так а что я сейчас делаю сначала я сегодня я их использую для завтрака вот я взяла этих стрелок теперь я взяла масло яйца зелень лук с укропом и помидорка у меня было ну и соль сейчас я пойду это все обжаривать буду готовить масло положила она уже нагревается сейчас стрелки буду засыпать и буду их до мягкости обжаривать прошло 10 минут подсолю помешаю это на маленький огонь сделала сейчас я помидору сюда мне небольшая помидорка была обжарю ее быстренько жарится минут 3-4 разбиваю яйца и я их перемешаю вот такой завтрак у нас будет добавлением чесночных стрелок витамины посыпаю зеленью и вот завтрак готов привет дорогие друзья продолжаем видео с чесночными стрелками такие витаминные наши чесночные стрелки нужно взять вот молодые чесночные стрелки я их обрезала помыла вычистила теперь мы их будем перекручивать для того чтобы потом делать чесночное масло чесночное сало чесночную чесночную закуску на бутер можно намазывать в общем очень все вкусно давайте начнем готовить сейчас сейчас мы их просто перекрутим а потом все остальное ну все тут меня муж учит как включать камеру мы сейчас будем крутить а у нас нет мясорубки электрическая она у нас как сломалась так мы ее и не делаем решили пользоваться вот этой сейчас покажу вам процесс перекрутки что у нас тут получится да так наверное размельчить было помельче порезать имеешь ввиду да ну и не говорим мы что то их крупными накромсали начали мы процесс резки или нарезки можно ножницами стричь пробовали на мясорубке как пружинки выскакивают видите вот такие круглые так оттуда выскакивают не хотят заходить в мясорубку перестригли сейчас будем быстренько крутить на электрической то мясорубке быстро все свалил и крутишь а здесь то маленькая это как сопло называется как эта штука называется не знаю не знаю тоже ладно крутим дальше ну да насыпала хочу прикрыть ладошку а 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 вот видите еще крутить и крутить а у нас уже вот сколько целая тарелка чеснока сейчас мы еще раз будем это крутить давай конечно сидеть рядышком с этим очень ужасно прямо прямо в этот а 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 Теперь я вспомнила, как мы крутили хрен, вот так одевали мешочек. Это было супер. Во-первых, я тут сижу, слезами обливаются. Вот такой запах по всей кухне этим чесноком. Я взяла мешочек, вот так вот сделала. Вот у меня муж спрашивает, что это будет. Я уже вначале сказала, мы сейчас это перекрутим, потом можно делать чесночную пасту из этого, это как основа будет, ну как добавлять, это же витамины такие сплошные. Потом можно сало делать, добавлять вот в сало, просто перекручивать его, солить, как намазка с сала. Потом можно пасту сделать, можно масло сливочное размягчить, добавить и потом заморозить, ну немножко в холодильнике, и намазывать им хлеб. С борщом будет вообще просто прелесть. Все, крутим на второй раз. Да, ворсистость повышенная и работает как арматура. Не дает провалить. Все перекручено. Сейчас я для нас сделаю такую небольшую намазочку. Ну я немножко сделаю, потому что дня три в холодильнике она может храниться. Цвет наверняка этот останется. Наверняка точно. Больше она не может храниться, поэтому я сделаю сейчас немножечко. Посмотрите, что я сделаю. Так, сейчас я кладу сюда. Раз, два, три ложечки. Не полная была. Ну и хватит. Стрелок чесночных перемолотых. Да, сейчас я сюда добавлю. Раз, два. Пока две добавлю ложки подсолнечного масла и соли посолю. Так, сейчас я это все перемешаю блендером. Добавляю еще ложечку. У меня блендер не очень мощный. Мне его подарили уже очень-очень давно и я себе никак не купила. И поэтому он так... Приготовила я. Больше не буду взбивать. Все перебила. Так, сейчас очищаю. И дальше потом покажу. Все, намазка готова. Вот она такая получилась. Можно ее намазывать на черненький хлебец. Хлеб. А можно и на крекер. Вот такой крекер. И представляете, какой тут запах. А может, представляете. И вот так вот берешь и кушаешь. Ммм. Очень вкусно. Но крекер, кстати, не сладкий. Часто все. Ты хочешь попробовать? Из Франции привезем. Попробуй. А здесь с большим супом вообще прелесть. Так, дальше. Вот в этом мешочке все, что осталось. Я сейчас все разровняю. Так, тоненьким плен. Я так и фарш храню. Мне нравится. Достал и быстро размораживается. И потом, когда я буду делать чесночное сало, я достану эту зеленуку. И добавлю туда. Ну, так же какое-то мясо буду делать. Добавлять буду по кусочку. Но долго мне хватит. Вот так. Закрою сейчас и заморожу. Ну что. Муж мне сказал, что это очень трудоемко. Но зато... Поэтому его и это вещи и не делают. Такие в магазинах нет. Сустречных стрелок. Где-нибудь видели в магазине? Может и есть. Как это называется? Что? Намазка, смазка. Ну это вот. Это тут масло добавлено до соль. Ну вот. А здесь просто... Чесночных стрелок. Представляете? Как ходить эти стрелки собирать. Кому не нужны? Не, ну стрелки может и собирают. Но выбрасывают. Может, а может еще что-то делают. Может добавляют куда-то. Так что не выбрасывайте. Потратьте воскресенье и субботу. И у вас будет вот такой мешочек. Стрелок. Но если это у меня, я там из двух грядочек насобиралась. Еще на две грядки посадить сначала. Чесночных стрелок. Ну, ты хочешь сказать, что это не стоит того, да? Но мы так добываем витамины. И другим способом мы не можем. Ну что? Кто хочет, пожалуйста, готовьте вместе с нами эти чесночные стрелки. Ну или, если вам не трудно, то не забудьте, пожалуйста, поддержать наш канал. Поставить лайк или дизлайк, как вам больше нравится. Ну и написать комментарий. Всем пока! Пока-пока! Продолжаем видео с этой намазкой. Вот пожарила кабачки. Правда, не знала, что меня муж снимать будет. Ну, тут кабачки эти. А тут на мелких не шла. Для себя, думаю, пойдут. Вот так вот можно помазать. Очень вкусно. Не намазка, а чудо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!